Русские новости о книгах. Сейчас проходят выборы президента Российской Федерации и каждый из тех, кто пытается этот пост получить или имитирует такую попытку, стремится предъявить какие-то свои достижения, если они есть. У кого-то вместо достижений просто наглость, а у кого-то действительно есть что показать. Вот есть команда Павла Николаевича Грудинина. Он предъявляет свой проект в виде сохраненного предприятия, успешно работающего, и это некий образец его деятельности для всех остальных и некая модель дальнейшего существования России, если наша команда победит на выборах. В этой команде есть не только те, кто предъявляют обществу результат в виде готовой действующей модели государства, но и те, кто размышляет шире, глубже, пытается философски осмыслить действительность, найти в ней какие-то остроумные моменты, которые можно было бы использовать. И вот у меня несколько книг, которые являются предъявлением таких задумок или подходов, методов. Вот первая книжка Василия Михайловича Семчера «Как возродить экономику России». Это один из тех, кто входит в команду Грудинина. Эта книга написана уже была довольно давно, но тираж оказался большой, и количество специалистов, которые в тот момент могли эту книгу читать, это 1999 год, видимо было недостаточно велико. Ну, книга меня поразила ясностью мысли, хотя Василий Михайлович человек уже далеко не молодой, можно сказать, патриарх российской науки, 40-го года рождения, он директор Международного института инженерно-экономических исследований Инженерной академии России, зав. кафедры статистики Всероссийского заочного финансово-экономического института, доктор экономических наук, профессор, член Российской академии экономических наук, Академик Инженерной академии России и ряд других отечественных и зарубежных академий, автор и соавтор более 300 публикаций, в том числе 50 фундаментальных книг по вопросам международной статистики, экономики и финансов. Это анонс к этой книге. Сейчас, конечно, Василий Михайлович отстранен от активной деятельности, никаких официальных должностей не занимает, но такова кадровая политика путинской эпохи. Во главе всех структур стоят абсолютно некомпетентные люди. И это принцип такой. Сам Путин абсолютно некомпетентен, ну вообще ни в одном вопросе. И, соответственно, подбирает на все должности людей, которые абсолютно некомпетентны. Работали в какой-нибудь другой сфере. Ну вот надо поставить. Те, кто занимался финансами, будут заниматься у нас промышленными предприятиями. Кто занимался промышленностью, будет заниматься финансами. А желательно вообще поставить во главе всего неэффективных менеджеров, которые называют эффективными. Ну вот в этой системе они якобы эффективны. Ну я просто небольшой фрагмент тут прочту. Очевидно, что ни хлеб, ни нефть, ни соль, ни колбаса, ни машина и ни квартира, а информация. Вот что является продуктом труда работников управления. Информация является продуктом труда работников управления. Это нетривиальное суждение человека, который постоянно занимается статистической информацией о социально-экономическом положении нашей страны. Отсюда по информации, то есть по конкретным делам, а не по результатам производства, надо судить о результатах работы кадров управления, его эффективности. Между тем судят не по информации, не по лично сделанному, а вообще. А в этих условиях судьбу работника управления решает не лично сделанное им, не его дело, а случай. Способный и честный работник управления, сделавший все для дела, работающий не по 8, а по 16 часов в сутки. А таких работников в органах управления, в том числе и в органах Федерального и Муниципального управления России, и сегодня немало. Если он имеет дело с безнадежно отсталыми условиями труда, и производство, и работает на обанкротившемся предприятии, обречен на судьбу отсталого и неудачника. И напротив, достаточно было в прошлом сомнительному, малограмотному, а сейчас и бездарному работнику попасть в струю приватизаторов, очень часто случайно попасть, как он, не сделавший за всю жизнь ничего лично и не могущий сделать ничего, в одночасье приобретал права и блага высшего управляющего. Высшая социальная несправедливость, привилегии власти, жизнь непосредством, против которой восставали младые реформаторы новой власти России, и ради которой разрушили СССР, обернулась еще больше чудовищной социальной несправедливостью, теперь уже на уровне всеобщей несправедливости. Это говорит о том, что кадровый подход, конечно, принципиально должен быть изменен в современной России, и к этому, я надеюсь, готов. И Павел Николаевич Грудинин, победа которого на выборах президента возможна, а значит, мы должны приложить все силы к тому, чтобы эта победа состоялась, потому что это может быть последний для России шанс еще шесть лет путинского беспредела, конечно, Россия не выдержит. Шесть лет вот этих так называемых менеджеров – это ужас для страны, это ужасное ее разграбление. И вот книга Василия Михайловича Сенчеры «Как возродить экономику России», конечно, содержит много очень ценных мыслей, ценной информации, ну и сам он, как такая ходячая энциклопедия, чрезвычайно важен для будущего в России. В путинской системе ему в кадрах высшего государственного управления, конечно, места нет. А в России, который будет возрождаться, избавляться от коррупционеров, имитаторов, проходимцев, изменников, конечно, он будет одним из самых уважаемых людей, и я надеюсь, что это произойдет. Но если, конечно, мы все мобилизуемся для того, чтобы путинский режим был, наконец, сломлен и олигархия уничтожена. Вторая книжка, которую я получил в подарок от Юрия Юрьевича Болдырева, вот такая книжка, «Как успешно преодолевая препятствия идти в никуда о бочках меда и ложках дегтя». Книга тоже уже довольно давно была написана, но остается абсолютно актуальной, 2003 год. И это первая книга в цикле, которая открывает серию книг, посвященной экономике. И здесь Юрий Юрьевич Болдырев пишет, «Я посвятил первые две книги серии исключительно экономике, но главная наша проблема, разумеется, не в экономике, а в том, насколько задачам, которые сама жизнь поставила перед нашим обществом, не соответствует, прежде всего, состояние умов граждан, наше представление об окружающей действительности, и нашем месте в мире». То есть, выражаясь по-булгаковски, проблема действительно в разрухе, в головах. И этими своими книгами я надеюсь вынести свой посильный вклад в хотя бы частичное преодоление этой нашей главной беды, насколько мне это удастся судить читателям. Вынужден признать, то, что я пытаюсь донести до читателей, вряд ли улучшит им настроение. Во всяком случае, тем из них, кто связывает с нормальной жизнью, именно в нашей стране, надежды на будущее, свое и своих детей. Оправданием же мне может быть то, что, кроме ныне широко в нашем обществе разлитого оптимизма, безответственного, происходящего из незнания, нежелания знать, наивной веры в правильную риторику власти и следующих из этого абсолютно необоснованных надежд, существует или хотя бы во всяком случае может существовать, оптимизм и совсем другого рода. Это оптимизм, парадоксальным образом проистекающий из отсутствия объективных к нему оснований. И более того, из крайне необнадеживающего знания и понимания существа, происходящего вокруг. Это оптимизм людей, видящих, насколько все объективно, безнадежно, но верящих, что трезвое осознание даже самых тяжелых реалий, мобилизует все силы и тем открывает путь к успеху. Вот именно для потенциальных оптимистов такого рода я и пишу эти книги. Меня в этом труде, который я только начал читать, поразил слог, который мне очень по душе, и он как-то ложится, очень хорошо ложится в душу и усваивается мозгами. Редко так бывает, чтобы экономическая литература была без пустозвонства, без такого наукообразия, множества терминов, которые обычному человеку непонятны. Юрий Юрьевич замечательный публицист, я не раз читал его статьи и слушал его выступления в видеороликах, а здесь он мне открывается как такой стилист в необычной форме, предоставляющий знания социально-экономического свойства. Жаль, что эта книга не попалась мне раньше, но так вот уж получается далеко не всегда. Литература доходит до людей именно в тот момент, когда она написана. Иногда доходит гораздо позже, чем книга выходит в свет. Вот Василий Михайлович Семчера мне подарил свою книгу, Юрий Юрьевич Болдырев подарил. И через нашего общего знакомого мне передал книгу Леонид Григорьевич Ивашов. Его книга, которая написана, или вышла точнее в этом году, очень своеобразная книга. Я вообще скептически отношусь ко всяким тайнознаниям и ко всяким фантазиям на эту тему. Но в книге Леонида Григорьевича Ивашова, который также входит в команду Грудинина, меня радует такой молодой задор, человека, который тоже уже в годах и мог бы сидеть сложа руки, но он продолжает писать, продолжает любопытствовать о мире и даже копается в архивах, где он находит весьма интересные документы. И некоторые документы впервые публикует. Вот здесь опубликован материал о известном авантюристе из СССР, происходит Яков Блюмкин, и его посещение Тибета. Это материал, связанный с этим. Его арест, потом допрос. И вот я прочитаю только фрагмент. Всю книгу тоже я еще не прочитал, но так вот получается, что я одновременно читаю сразу несколько книг. И не всегда их читаю с самого начала до самого конца. Вот здесь меня заинтересовали именно опубликованные документы. Размышления автора здесь достаточно скупо, представлены только в начале книги, такой концептуальный взгляд на историю. Не скажу, что он мне близок. Но вот содержание книги любопытно. Издательство несколько усилило, видимо, такой авантюрный момент в этой книге. Книга называется «Опрокиднутый мир. Тайны прошлого. Загадки грядущего». Вот книжка. И здесь подпись. «Что скрывают архивы спецанделов НКВД, Аненербе, Верховного командования Вермахта». Ну, такое зазывное, можно сказать, название. И наоборот, и тут книга откроет вам тайны, которые посвященные тщательно скрывали от народа на протяжении тысячелетий, но нет ничего сокровенного, что не стало бы явным. Пришла пора открыть тайную историю человечества. Ну, понятно, что в одной книге тайная история человечества не может быть открыта. Да и особых тайн я, честно говоря, не жду от того, что исследуется в архивах. Ну, любопытно, вот как этот авантюрист Блюмкин, может быть, он пытался так спасти свою жизнь, когда его арестовали. Вот допрос 30 октября 29 года. ОГПУ, протокол допроса обвиняемого Блюмкина. Показания по существу дела. Вопрос. «Какие характеристики оружия, обнаруженного вами в Тибете, вы выдали немцам? Что это за оружие? Где вы его увидели? Каков метод его действия? Ответ. Все очень любопытно. Как я уже говорил своему следователю в командировке в Тибет 1925 года с распоряжением главы тибетского государства Далай-Ламы меня привезли в подземные залы и показали некоторые так называемые артефакты оружия богов, сохранившиеся на земле с 15-20 тысяч лет до нашей эры. Это оружие хранится в отдельных залах. Я подробно описал об этом в своих отчетах. Один отчет рукописный, напечатан на пишущей машинке примерно по 20-25 листов каждый, где они сейчас, не знаю, характеристики оружия примерно следующие. Гигантские щипцы в Аджару. С их помощью осуществляется плавка драгоценных металлов. Если плавит золото при температуре поверхности солнца 6000 градусов, то золото на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок используется при строительстве передвижных огромных каменных платформ. Если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес терялся до минимума. Порошок также применял или в медицине для лечения неизлечимых болезней. Для избранных в основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь. Ну, такой почти что анекдот. И для того, чтобы какие-то тяжелые вещи делать невесовыми, и для продления жизни. Два применения. Второе. Колокол. Так называемый шу-дзы. С помощью которого можно ослепить на время большой войска или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенной частоте, которую не воспринимает человеческое ухо, а светит непосредственно на мозг. Это очень странное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения, приводя врагов в панику. Как действует это оружие, я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах, а члены Совета Тибета давали мне пояснение относительно технических характеристик, которые я передал немцам, а точнее представителю германской военной разведки господину фон Штильке. С Штильке я познакомился в Европе в закордонной командировке. Кроме технических характеристик этих двух агрегатов, я передал Штильке также сведения еще об одном оружии богов. Это оружие осталось примерно с 8-10 тысяч лет до нашей эры. Оно было обнаружено в подземных городах подо льдами Антарктиды в районе земли Королевы Мод. Как мне стало известно, для того, чтобы попасть туда, необходим ключ и обряд посвящения, так как это место охраняется стражей. Эти устройства могут передвигаться как под водой, так и по воздуху, причем делают это с огромной скоростью. Они передвигаются на специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самолеты и аэропланы, известные нам. Технические характеристики их я также сообщил Штильке. Он, Штильке, предложил возглавить новую экспедицию в Тибет и в Антарктиду в научных целях. Я согласился, но я не имел намерений осуществлять бегство. Его обвиняли в том, что он собирается сбежать за рубеж и целый чемодан американских долларов у него под кроватью нашли. И так как об этих контактах и намерениях я докладывал своему руководству. В этом и заключалась моя работа. Мною также было сообщено Штильке об объектах, которые располагаются во всех частях света в горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города и промышленные центры всех стран, независимо от государственного и социального строя. Насколько я понял из разъяснений в штабе и как я указывал в своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся определенные механизмы, которые при включении вырабатывают облако, похожее на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемое, то есть может двигаться по определенной траектории. В необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 1904 году в Тунгуске. Там как раз взорвалось такое вот облако солнца, которое вылетело несколькими часами ранее из подземной сферы в Якутии. Кто и как управляет оружием, мне неизвестно. Ну и далее. В общем, все это очень любопытно, будражит воображение, и, может быть, кого-то сподвигнет к каким-то содержательным исследованиям. Вот я думаю, что именно этим данная книга известна ученого, военного специалиста, геополитика и цена. И вот еще один фрагмент я зачитаю, тоже очень нетривиальный, требующий исследовательского подхода, уже не литературного, документального, научного. Вот что пишет на 212 странице Леонид Григорьевич Ивашов. Подводя итог некоторым своим размышлениям и изучению некоторых документов. Через военную и имперскую разведки Российской империи, а не через ОГПУ, Сталин владел информацией о тайных операциях первых чекистов за рубежом. Именно эти две службы, вот это уже более нетривиально, сыграли решающую роль в победе Сталина над властью международного сионизма в Советской России. Без их поддержки и при полном контроле сионизма над репрессивной системой и спецслужбами в СССР эта победа не могла бы состояться. Но Сталину приходилось долгое время играть по правилам, установленным в первые годы советской власти. Об остановлении русской власти в СССР Сталин объявил только после Великой Отечественной войны 24 мая 1945 года провозглашением на приеме в честь победы тоста за здоровье русского народа. Вот это тоже любопытная вещь о власти сионизма в СССР. Многие считают, что ничего подобного не было, что никаких сионистов вообще не существует, и уж тем более в СССР власть сионизма, ну как она могла возникнуть, или могла ли она сохраниться до современности. Ну вот, что написано, то написано. Каждый может воспринимать это по-своему. Далее я хотел бы сказать еще о некоторых книгах, которые уже не касаются напрямую команды Грудинина. Может быть я еще скажу пару слов о своих книгах, которые у меня можно заказать. Вот одна из книг, остатки тиража, которые у меня еще остались, и я не тороплюсь их как-то распространять. Хотелось бы, чтобы книга попадала в руки людям, которые всерьез занимаются теорией государства. Из этой теории, естественно, следует вся правовая система и вся социально-политическая система. Ну и в значительной мере из этого следует и социально-экономическая. Эта книга, написанная уже довольно давно, вышла она в 2005 году. «Нация и государство. Теория консервативной реконструкции». Вот эта книжка, которую я могу прислать по почте, первая. И вышедшие в истекшем году, вышедшие в истекшем году книжки «Русская идеология» тоже у меня осталось, еще пару десятков экземпляров. и карательная экспертиза по поводу судебных процессов над теми, кого судя по 282 статье и о моем участии в виде специалиста. И вот, собственно, заключение специалиста по тем обвинениям, которые были выдвинуты, содержится в этой книге. Каждая из книг стоит по 500 рублей вместе с почтовой рассылкой. Вот еще могу послать документы партии «Великая Россия». Небольшая книжка, около 100 страниц, чуть больше 100 страниц. Здесь подробно есть и словарь, и история партии, и вся идеология, и концепции. Все очень коротко изложено. Для тех, кому некогда читать большие тексты, вот то, что я предлагаю в виде книг, это тексты довольно значительные. А эта брошюрка достаточно компактная, 100 рублей. Еще хотел бы сказать, вот как раз судят сейчас в Сергием Посаде казачьего атамана и с ним тех, кто был рядом на митинге еще 2014 года. Вот сейчас докатилось до так называемых правоохранителей, что они должны покарать так называемых православных фашистов. И среди тех, кого уже судили не раз, снова находится поэт Николай Боголюбов. Вот он мне подарил свою книжку «Небо над болью» называется. Вот такая книжка. Очень рекомендую, вообще очень люблю Николая Боголюбова. Какую ни возьми страницу, и там ты открываешь великолепное стихотворение. Вот наугад открыл, ей-богу, просто открываю книгу наугад и читаю стихотворение. Гореть, не гнить, на то дана нам воля, героев духа вдохновляет свет. Нелегкая досталась русским доля идти вперед, когда дороги нет. Вперед сквозь тьму, над бездной лихолетия, ступая, как спаситель по водам, на пепелище страшного столетия, дорогу обретая к небесам. Вперед сквозь боль, к тому, что потеряли, подальше от антихристового зла, в родное небо вписан, как вскрижали победный взмах двухглавого орла. Святая Русь, звезда незаходимая, твой свет в сердцах людей неистребим. В жестокий век, сынами лжи гонимая, ты светишь всем возлюбленным своим. Ты нас ведешь, обманутых и преданных, приговоренных стаей воронья. Святая Русь, хоруковь наша победная, возлюбленная Родина моя. Великолепные стихи. И вот такими стихами наполнен огромный том. Я не знаю, сколько здесь, больше 600 страниц. Да, больше 600 страниц. И все стихи, все стихи качественные, все стихи великолепные, все стихи насыщенные патриотическим смыслом, насыщенные национальной идеей. Настоящий носитель национальной идеи. Может быть, кому-то там отдельные мысли автора не понравятся. Вот правоохранителям категорически не нравятся все подобные стихи. Ну, все. Вот поэтому Николая Боголюбова осудили за его четыре сборника. Я тоже пытался участвовать в защите поэта от всех этих безобразий. Выпустил даже несколько роликов и читал его стихи. Но, видите, пока система такова. Лучше поэтов России. Она подводит под 282 статью. Рекомендую очень стихи. Вообще любую книгу Николая Боголюбова. Если вы где-то увидите или попытаетесь связаться с автором, он, я думаю, с удовольствием предоставит вам свои произведения. И еще я хотел бы сказать, что книги стоит писать не только для широкой публики, но и для потомков. У меня в библиотеке появилась недавно книга, подаренная мне на съезде национал-патриотов героям этой книги. И о ком написана эта книга. Елена Александровна Козлова написала книгу «Лев Леонидович Бочаров. Жду утра, чтобы начать работать». Книга – это фактически одно развернутое, большое интервью о своей судьбе, о своей работе, о своей семье. Это фактически такая приближенная к личности история атомной энергетики и трагическая ее страница «Чернобыльская авария». Здесь очень подробно написано с фотографиями предков, с фотографиями сотрудников, с разного рода справками, очень любопытными, интересными, но прежде всего интересными семье. Вот эта книга «Творцы ядерного века». Лев Леонидович Бочаров. Вот такая книжка. Хорошо ее видно. И думаю, такие книги стоит писать именно для потомков, для семьи, которая в прошлом разрастается, потомков у каждого из нас становится все больше, и желательно, чтобы они знали своих предков. В данном случае здесь главный герой этой книги рассказывает о том, откуда он происходит, кто были его родители, дедушки, бабушки, о своем трудовом пути, где и с кем он работал, кто были его друзья, сослуживцы, соратники, какие были обстоятельства его жизни бытовой, на работе и так далее. И я тоже хочу такие книги оставить после себя, тоже не для широкой публики, внутри своей семьи. Будет у меня два толстенных тома, таких выпущенных тиражом, наверное, по 10 экземпляров. Один о моих родителях и моих дедушках-бабушках. Это дневники, фрагменты писем, какие-то отдельные моменты в виде справок и так далее, и так далее. То, что может быть любопытным, то, что сохранилось в виде архива, но архив перебирать вряд ли кто-то из наших потомков захочет, а вот готовый текст, где уже выбрано самое интересное, если захотят, то архив у меня тоже сохраняется, но вот то, что самое интересное выбрано, это и составит вот такие два здоровенных тома. Один том о дедушках-бабушках и родителях, и один том о нашей семье. Это какие-то фрагменты, не связанные с политикой, не связанные, ну, скорее, это бытовые подробности, какие-то оценки окружающей жизни, мои собственные выписки из дневников, из писем, моей супруги, какие-то воспоминания о друзьях-товарищах, о моих детях, ну, вот о друзьях-товарищах, скорее всего, я сделаю тоже такой большой материал поколения обманутых физиков, вот, о тех, с кем я учился на физтехе, в Московском физико-техническом институте, тоже это будет толстый том, всякие выписки тоже из дневников, какие-то там характеристики наших преподавателей и так далее, и общий вывод, к сожалению, неутешительный, это поколение физиков было обмануто советским руководством, а затем просто рассеяно по миру руководством постсоветским, не нужны в современной России физики, не нужны ученые, не нужны высшие учебные заведения, которые готовят из талантливой молодежи замечательных ученых, все это не нужно, подавляющее большинство моих однокашников в науке не осталось, а кто остался, преимущественно работает за рубежом, а здесь были такие я бы сказал судьбы ученых не весть какие, потому что нас в основном бросили на оборонку и там мелкотемия, там никаких крупных проектов никто ни в советское время не вел, ни теперь, конечно же, не ведет, и это большая печаль, и вот эта судьба как-то я постараюсь ее отразить тоже в такой толстой книге. Вот еще у меня одна книжка, которую тоже мне давно подарили, «Фроники русского быта» 1950-1990-й, вот, это автор Олег Куратов, вот, неофициальная фотография, как он тут написал, это в 2004-м году написанная, кроме того, тут рисуночки разные, вместе с художником, видимо, каким-то приятелем автора, написаны очень такие душесчипательные вещи, связанные с тем, что не попадает в исторические хроники, вот, например, тут смотрю, заработная плата в 60-м, 90-х годах, у кого, какая была заработная плата, вот, сколько чего стоило жилье, квартплата, о людях, с которыми автор встречался, вот, в школе, например, воин рук, о коммунистах, помним и любим искусство формулировать, ну, тут разные очень такие записки, чрезвычайно любопытные, я просто думаю, побольше бы вот таких книг, которые описывали бы то, что очень быстро забывается, люди считают, например, что в Советский Союз был какое-то вот райское существование, будь то бы к которому мы можем вернуться и даже хотим вернуться, ну, жизнь разнообразна, она и прекрасна бывает, и ужасна бывает, но что касается общественно-политического строя, конечно, жизнь-то не годилась никуда, и возвращаться к этому строю нет никакого смысла, да и никакой возможности нет, поэтому эти фантазии надо, конечно же, оставить. Ну, вот я рассказал о некоторых книгах, их рекомендую к прочтению, некоторые из них я продолжаю читать, и вообще читайте книги, господа, читайте книги бумажные, в электронном виде, надо читать книги, конечно, я предлагаю вам не билетристику, предлагаю книги, которые формируют мозги, которые дают жизненный опыт, жизненные знания, но и художественная литература это то, что необходимо, конечно, закладывать себе в голову, прежде всего, русская классическая литература, ее надо читать, читаю, вот летом читал Чехова, прекрасно, сейчас читаю Лескова, великолепный язык, замечательные, душесчипательные, душепоучительные истории, это очень, очень важно для формирования личности, для того, чтобы каждый из нас становился носителем русских смыслов, носителем русской идеи, и чтобы русская душа у нас не засохла в нас, тогда мы сможем оказывать сопротивление этой негодяйской власти, и тогда мы сможем ее победить. Я надеюсь, что мы победим ее в марте 2018 года, очень надеюсь и призываю к этому граждан сосредоточиться на том, чтобы победа была достигнута сегодня, в этом году. Шесть лет путинщины мы просто не переживем, ни в каком виде не переживем, умрет культура, умрет интеллект, умрет экономика, умрет все, а потом умрет Путин, и мы останемся у разбитого корыта. Давайте мы все-таки до физического исчезновения вот этой власти в виде олицетворения этой власти Владимира Путина все-таки успеем как-то оклематься после вот этого безвремения и начать все-таки нормальную человеческую жизнь, нормальную жизнь для нормальных русских людей. Россия, русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин